Стена памяти теперь есть в спортивной школе Вишкаймы. Ее создали в честь уроженца этого рабочего поселка, героя России Вадима Епифанова. Он стал первым участником СВО, чье имя теперь носит спортшкола. Это было сделано в рамках акции «Единой России. Лица героев». Кроме того, в Вишкаймском лицее, который воспитал будущего офицера, открылась доска памяти, посвященная Вадиму Епифанову и еще одному выпускнику, погибшему в зоне СВО, Артуру Малафееву. Элла Шахова продолжит. Их выпустили отсюда в большую взрослую жизнь, но в родной лицей два выпускника вернулись воспоминанием, воплотившимся в суровые мемориальные доски. Вадим Епифанов и Артур Малафеев. Первый с детства мечтал быть военным, окончил Суворовское училище, затем Рязанское высшее воздушно-десантное командное. В зону СВО попал в 2022 году. Позывной хитрец. Командовал разведротой десантно-штурмовой дивизии. Первое время вестей-то не было, ведь. Он общался только с братом своим. И то потихонечку конкретных вопросов не задавали. Как там, чего там, хорошо или плохо. Он просто у меня всегда, у него всегда было все хорошо. Он домой не хотел, ну как он так говорит, «Слава ВТВ, хорошо, отпуска не хочу». Ну, естественно, это просто поддерживал нас. Гвардии капитан Вадим Епифанов за проявленную отвагу награжден Орденом Мужества и Медалями Жухова. Во время выполнения очередного задания группа попала в засаду. Получив несколько десятков пулевых ранений, он сумел дать возможность уйти своим ребятам, а затем гранаты подорвал себя и нескольких врагов. Почетное звание Героя России присвоено посмертно. В детстве Артур был достаточно непослушным мальчиком. В садике постоянно проблемы были. А в начальной школе тоже доходило до того, что учительность непременно его сопровождала. Но это было в начальной школе. Потом как-то резко он изменился, стал более серьезным. Артур Малафеев после Вишканского лицея окончил Саратовский военный институт, участник СВО с первых дней. Позывной Арчи, командир роты 1-го мотострокового батальона Артур Малафеев, награжден медалью за боевые заслуги и орденом мужества посмертно. Как родный командир, он мог горячо, не по уставу, поспорить со штабным начальством, требуя недостающего на необходимых боевых условиях, мог броситься на помощь бойцам из другого воинского подразделения. Оба вишканца погибли летом прошлого года. Им не было и 30 лет. Теперь на стенах родного учебного заведения доски памяти с именами героев. А в местной спортивной школе имени Вадима Епифанова прошли соревнования по волейболу Кубок Героев. Турнир посвятили памяти всех вишканцев, погибших в зоне СВО. Участвовали в состязаниях школьной команды Вишканского, Корсунского и Базарно-Сызганского районов. Эти акции нужны для молодого подрастающего поколения, чтобы они видели, перенимали опыт. И, конечно же, сегодня Вадим является для всех молодых людей примером. Он настоящий герой и образец для молодого поколения. Это очень тяжелый труд, во-первых. Во-вторых, нужно иметь огромную силу воли, чтобы пойти защищать свою родину, отдавать долг своей родине. В спортшколе, кроме стены памяти, создан музей, посвященный Вадиму Епифанову. В экспозиции – личные вещи Героя России и копия награды. Елышах, Водомир Губеев, Весть Ульяновск, из Вишканского района.